Да, слава Иисусу Христу, слава Господу, включая прямой эфир, слава Иисусу, слава Иисусу Христу, слава Господу, братья и сестры, Аллилуйя. Сегодня мы подключаем прямой эфир сегодня и благодарю Бога Всемогущего за этот шаббат, за служение, слава Богу. Вот так вот. Добрый вечер всем. Да, вот вижу, уже появилось. Да, вот теперь я вижу, что эфир уже есть. Да, слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Да, брат Николай, приветствую тоже вас, слава Богу. Всех святых приветствую, всех, кто подключился, подключается сейчас в 17.00, получается, да, вот сейчас уже 17 уже, даже 0.2 уже. 17.00 по киевскому времени я подключаюсь, вот, в прямой эфир на канале Ютуба. Стараюсь, да, вот, три раза, в общем-то, в неделю. В дальнейшем, даст Бог, будет каждый вечер включения, да, по московскому времени в 18.00, да, совершенно верно, брат Николай. По московскому в 18.00, по киевскому времени в 17.00. Подключаюсь пятницу, субботу и воскресенье, вот, и сейчас, друзья, вот, вот, буквально, вот, несколько минут назад здесь, значит, в этом подъезде, там, как консьержка называется, тогда вот, должность человека, вот, бабушка одна там дежурит, вот, и она, вот, подошла ко мне, вот, и, ну, уже знают, что батюшка, священнослужитель православный здесь живет, вот, и попросила, вот, именно помолиться за нее, значит, и она слепнет, очень плохо видит, и, знаете, прям там же, внизу, вот, там, где вот эти консьержки, где все это находится, у них, там, в подъезде, помолился за эту женщину, Светлана зовут ее, и, знаете, вот, Бог коснулся этой женщины, и это было, ну, очевидно, на самом деле, так вот, и, вот, сейчас поднялся сюда уже лифтом, и включил эфир, и, знаете, все, вот, молюсь за... за нее сейчас, давайте помолимся, друзья, вместе с вами согласимся о ее полном исцелении, о полном исцелении Светланы от этого недуга, вот, и, там, голоукома, что-то еще у нее там, и, значит, операция, если назначается, то она просто для нее, для пенсионерки с минимальной пенсией, это просто нереально платить, но я объяснил ей, этой женщине, что, говорю, даже если земные врачи, они требуют столько денег, значит, там, как бы, они еще, пониматели, довольно ограничены, то есть безграничный Бог, Бог, действительно, Бог наш, Бог-целитель, наш врач, который безвозмездно, действительно, исцеляет нас, слава Иисусу, помоги чувствовать, что алкоголь... Да, помолимся за эту женщину, вы пишите, что у вас проблема с алкоголем, но, знаете, вы не, ну, как, напаяйтесь духом, пейте Духа Святого, значит, и упивайтесь Духа Святого, это, на самом деле, ну, как бы, это, оно перебивает все остальное, абсолютно все, вот, значит, и, поэтому, не упивайтесь вино написано, а исполняйтесь Духом, это вот, ну, тоже как вино, только уже новое вино Духа Святого, Духа Святого, да, слава Богу, да, да, брат, вот, значит, и за Светлану помолимся, и за тех, кто нуждается в исцелении, да, брат Анатолий, да, Господь исцелять бесплатно пишет, слава Богу, вот, и, значит, помолимся за Светлану, за ее исцеление, и за всех, кто сейчас нуждается в этом исцелении божественном. Отец наш, Бог и Царь, благодарю Тебя за этот эфир сейчас, благодарю Тебя за всех братьев, сестер, кто подключается к эфиру, Боже, кто сейчас и подключился, и подключается, благостави, Господь, нашу молитву сейчас эту, Боже, благостави этот эфир, благостави это время сейчас, Боже, в слове Твоем, в откровениях Твоих, Боже, в духе Твоем пребывать, Боже, и благостави, Господь, сегодня, Светлану, Боже, исцели ее, Господь, Боже, Прямо сейчас прикоснись с ней, ты уже прикоснулся к ней, Господь, Боже, но пусть, Господь, этим вечером, Боже, и этой ночью, Боже, эта женщина переживет Твое чудо, и обновится, Господь, как орла юности ее, Господь, Боже, ее глаза, да видит ясный Господь во имя Иисуса Христа, Боже, и пусть, Господь, без всякой операции, Боже, потому что Ты есть Бог-целитель наш, и ранами Твоими мы исцелены. Не только грехи наши Ты взял на крест, на Голгофу, но Ты и болезни наши понес, и ранами Твоими мы исцелены. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благоставляю всех, кто нуждается в этом исцелении, потому как, да, мы молимся друг за другом, молимся об исцелении, и должны веровать, действительно, мы. Я лично верую в то, что на кресте Иисуса Христа, в крови Иисуса Христа, не только прощение моих грехов, не только Он взял грехи мои на Себя, но и мои болезни, и немощи Он понес на Себе. И пусть это будет в реалии, знаете ли, как в реальной жизни сейчас, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Боже наш, благодать Твоя, Господь, с нами. Благодать Твоя, Господь. Благодать Твоя, с нами. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе и хвала. Да благоставить Тебя, Господь. И Светлана, и все присутствующие, все, кто в эфире сейчас подключается, и всех, кто нуждается сейчас в исцелении. Да благоставить Тебя, Господь, и сохранить Тебя, и исцелить Тебя, и сохранить Тебя. Да благоставить Тебя, Господь, и сохранить Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь, лицо Своим на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Аврама Исаака Якова, Бог-целитель наш, Бог-освободитель наш, через Спасителя Господа Иисуса Христа, пошлет Свои божественные исцеления, здоровье, подкрепление в немощах наших, исцеление болезней наших. Да, святится имя Твое Святое. Наше здоровье – это Сам Господь Иисус Христос. Наше исцеление – это Сам Господь Иисус Христос. Наша свобода от всякого рода греха, проклятия, беззакония – это Сам Господь Иисус Христос. Кого Сын освободит, кого Сын исцелит, кого Сын благословит, Он будет по-настоящему исцеленным, свободным и благословленным. Аминь. Слава Богу. Верите ли, брат, в предназначение? Ну, конечно, безусловно, да, как и, наверное, всякие христианин, я верю в Божье предназначение, в Божье предзнаменование, такое предназначение. Слава Богу. Вот, благоставляю всех вас, дорогие друзья. Вот, сейчас, вот, я, свечи у меня горят, здесь вам видны, вот, ну, вот, видно, да. Я сделал такие подсвечники из этих крышечек, вот так вот они у меня горят, эти шаббатные свечи. И сейчас уже завершается суббота, завершается шаббат. Вот, готовлюсь к служению завтрашнему, вот, сейчас время такое, знаете ли, подготовки к собранию. У нас утром уже собрание в 9 утра по времени киевскому начало служения возле станции Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6. То есть, каждое воскресенье там у нас время аренды, у нас нет своего храма, пока и нет своего помещения даже. Молимся об этом, но там у нас время аренды по воскресеньям с 9 до 12 часов. Поэтому вы можете прийти, если вы рано встаете, то к 9, если вы сова, допустим, там, все жаворонки, короче, к 9, все совы, там, к 10, к 11, но главное, чтобы вот до 12 вы были в служении. Потому что, действительно, даже в последний час, кто пришел, получит ту же награду, то же благоставение. Вот, и, ну а те, кто не сможет быть, то в записи тогда посмотрите служение, вот, поделюсь Словом Богосподним, волнуюсь так вот именно, потому как молюсь о служении и хочу поделиться как раз, продолжить тему реформации. Это, кстати, этот видео, эфир, я назвал 500-летие реформации христианства, обновления, покаяния церкви. Вот таким образом назвал. Потому как этот год, он такой, да, был бы в Киеве, с удовольствием бы приехал. Ну, слава Богу, Господь видит ваше намерение, усмотрит все. Вот, слава Богу. И, значит, этот год, 2017 год, завершающийся уже, уже ноябрь месяц, по-украински, листопад. И он действительно листопад, потому что вот я сегодня по парку прогуливался, и листья такие падают. Действительно, листья падают, листопад. И, в общем-то, вот название самого месяца, оно очень так вот характерно. Такое древнее, славянское такое, знаете ли, значит, украинское такое наименование, листопад. Вот, листья падают. Вот, и, да, вот ноябрь, и вот следующий уже декабрь, и все по солнечному календарю. Если брать год, то уже вот подходит к концу. Но весь этот год, 2017, он посвящен и в нашей церкви, да и вообще, как бы, в большинстве вот конфессий, динаминаций разных организаций, юрисдикций, в большинстве вот направлений христианства, так или иначе. Ну, во всех направлениях христианства этот юбилей вспоминают, 500-летие реформации в этом году. Но в большинстве все-таки христианских церквей весь этот год, он посвящен как раз году реформации. Вот, в Украине даже на самом высоком политическом и государственном там уровне объявлен этот год, был еще в конце прошлого года, этот год, 2017, был объявлен годом реформации. Это удивительно, конечно, слава Богу, и действительно, и в нашей церкви, кстати, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, у нас даже название реформаторское есть, то есть, в самом названии нашей церкви есть такое слово реформаторское. Поэтому нам, как говорит, сам Бог велел этот год действительно как год реформации поминать, отмечать, праздновать. Вот, и на протяжении всего года в России, в Украине вот я проводил семинары, множество семинаров, служений, ну, это сотни служений, семинаров различных, действительно сотни. То есть, это, знаете ли, очень такой был плодотворный год, и, значит, и на протяжении всего этого года, проповедуя, фактически, ну, ежедневно проповедуя в разных собраниях, значит, там, ну, через день, через два, по крайней мере, это точно, в разных собраниях, в разных конфессиях, баптистов, писятников, харизматов, адвентистов, методистов, лютеран, кальвинистов, значит, католиков, православных. Вот, в нашей реформаторской православной церкви. Везде я подчеркивал и подчеркиваю ту мысль, что этот год, он действительно год такой знаменательный, год пятисотлетия со дня начала великой реформации мирового христианства. Пять столетий назад закончилась эпоха, многовековая эпоха великой деформации мирового христианства. Да, много столетий продолжалось, до самого 1517-го продолжалась эпоха великой деформации, великой деградации мирового христианства. Да, смешание христианства с язычеством, с оккультизмом, со всякими, всякие бесовские учения пришли в жизнь церкви. Я об этом буду говорить тоже. Я говорю об этом на семинарах, на служениях различных. Вот, завтра буду говорить у нас в собрании. А почему еще буду говорить завтра? Потому что завтра буду вспоминать святителя, божьего мужа, служителя, патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл Лукарис, греческий патриарх, который через сто лет после Лютера на Востоке православном, в начале 17-го столетия, поднял знамя реформации на православном Востоке. Удивительная история этого патриарха. Вот, и да, его жизнь трагически оборвалась. Он мученик не только патриарху, просветитель, миссионер, евангелист, но он еще и мученик за Христа, потому как его казнили по приказу султана турецкого в 1638 году. Да, его жизнь оборвалась. А 13-го ноября в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви, его имя обозначено, потому что он родился 13-го ноября 1572 года. 13-го ноября 1572 года. День рождения этого мужа божьего. Удивительный был человек, конечно, и он родился на Крите, в греческой семье лукарисов, и, в общем-то, интересно, учился на Западе, получил классическое западное образование, того времени лучшее образование. Один из его учителей был сам, никто иной, как сам Галилео Галилей, и, учившись у Галилея, он поначалу избирал научную карьеру, в общем-то, намереваясь именно пойти по стезям Галилея. Но, знаете ли, иначе судьба распорядилась им, значит, он принял решение, вернувшись к себе в Грецию, принял решение стать православным священнослужителем, полностью посвятить себя служению Господу, вот, и стал священником. Он был очень активный, очень, ну, можно сказать так, гиперактивный, вот, как сейчас говорят, допустим. Вот, и его отправили в качестве, там, посла, даже делегата в Западную Белоруссию, когда он служил в Африке, после Греции, он служил в Греции и Турции, а потом в Африке. В Африке, это в Александрию, собственно, ну, и по всему Египту, фактически, до самой Эфиопии. Значит, и вот из Александрии, его патриарх Александрийский, кстати, его дядя родной, он командировал его вместе с товарищем, значит, с другим священником православным, тоже очень активным миссионером, таким евангелистом, отправил их в Западную Белоруссию, в город Брест. И, ну, по тем временам, конечно, это было очень долгое путешествие и опасное путешествие, занявшее много месяцев, знаете ли, и они прибыли через Украину, город Киев. Встретил их радостно, значит, и потому, как, на самом деле, в то время в Киеве не так часто были гости из Африки, вот, и они делили здесь и в общении, значит, с братьями, значит, именно ситуацией, что происходит на африканском континенте, и в Греции, в частности, и вообще, значит, в православном мире, на православном востоке. Вот, и побыв здесь, в Украине, по Днепру путешествуя, значит, и вот здесь, в Киеве, после Киева они отправились, значит, в Брест, в город Брест, в Западную Белоруссию, через Волынь. И вот, значит, и уже в Бресте, значит, почему в Брест их отправил патриарх африканский, потому что в то время, к сожалению, вот, знаете ли, очень такие притеснения за веру, значит, в Западной Белоруссии происходили, очень такие жесткие. Дело в том, что Золотой век Белоруссии к тому времени уже закончился, кто из вас, может быть, знает, не знает, но 16-е столетие, век Реформации, это еще и Золотой век Белоруссии. Знаете ли, в разных народах есть свое, как бы, понимание, вот, Золотого века. Допустим, в еврейской традиции, да, в еврейском народе считается Золотым веком, это вот время Давида, особенно Соломона, конечно, царя Соломона эпоха считается, правление считается вот Золотым веком Израиля. Ну, как бы, можно соглашаться, не соглашаться, но, как бы, в разных народах есть разные представления о Золотом веке. И вот интересно, в белорусском народе есть тоже свое понимание именно вот Золотого века Белоруссии, да, и он приходится на 16-е столетие. Это Франциско Рина, знаменитый, да, значит, печатник, просветитель, миссионер, евангелист. И, конечно же, Миколай Розивилл-Черный, тот некоронованный король польско-литовский, или литовско-польское королевство того литовского. Знаете ли, тот самый правитель, королевич, будем так говорить, король, значит, который поднял знамя реформации вот в Белоруссии, в Литве, вот, и для Белоруссии в то время был, конечно, век просвещения. Вот, и, значит, Миколай Розивилл-Черный, он как просвещенный человек, евангельский мыслящий, библейский верующий человек, он был протестантом таким, очень таким горячим, пламенным, таким верующим человеком. И он ревновал о том, чтобы белорусский народ, чтобы все литовское королевство, чтобы было грамотным, 100% просвещенным и грамотным именно Словом Божьим. Были открыты школы, коллегии, там, значит, он добивался 100% грамотности, поощрял всячески грамотность. Вот, значит, ремесла стали развиваться, люди стали, как бы, знаете ли, предпринимательством заниматься, вот, стало понимание у людей частной собственности, вот, целостности, вот, как бы, вообще, мировоззрения. Удивительно, конечно, удивительно, но, действительно, вот, благодаря Слову Божьему, благодаря просвещению библейскому, значит, в Белоруссии началось огромное духовное пробуждение в то время. И вот, значит, ну, это было в 16-м столетии, а уже в самом конце 16-го столетия началась обратная реакция, началось время, началось время контрреформации. Золотой век Белоруссии пришел очень быстро к своему финалу, потому что пришли к власти люди негодные, люди недостойные совершенно, вот, и, к сожалению, как, вот, знаете, как в деяниях, ой, не в деяниях, а вот в деяниях царей я имею в виду, значит, не в книг деяний, а в книгах, допустим, параллель поминован, в книгах царств мы читаем, да, допустим, пришел какой-то царь, допустим, такой богобоязненный, допустим, и вот такой любящий Бога, чтущий Господа, и вот такое процветание, благословение в Израиле, вот. Потом читаешь раз, опять, 25, пришел, значит, там, какой-то негодный, недостойный человек, значит, там, значит, и опять он высоты поставил, дубравы, опять идолопоклонство, многобожие, и опять пошло, поехало отступничество и проклятие. Потом опять пришел, то есть, вот такие вот мы читаем, такие интересные, Божий взгляд на историю, он отличается от нашего человеческого порой взгляда на историю, потому что для Господа важнейшим является Его Слово, действительно, и Его творение именно в единстве с Ним, с Творцом, вот. Вот, и вся история глазами Божьего Слова, глазами Библии, как мы читаем о ней, вся геополитика Божья, она именно в отступлении и возвращении к Творцу, отступлении от Творца и возвращении к Творцу. И вот Беларусь тогда пережила неслыханное, невиданное до того, кстати, и после того, чего греха таить, обращение к Богу, массовое такое покаяние, обращение, белорусский народ очень сильно благоставлен был тогда в те дни, в те годы, вот, 16-го столетия, знаете ли, но затем наступило время реакции, контрреформации, и, к сожалению, контрреформация победила. И, ой, в Беларуси началась тоже инквизиция своя, значит, и Библия на национальном языке белорусском была запрещена вновь, опять начались гонения, репрессии, костры запылали на белорусской земле, костры инквизиции. Вот, и, кстати, когда патриарх, ну, точнее, не патриарх, еще, Кирилл Лукарис, тогда еще священник африканский, когда он прибыл, значит, с Африки через Украину, через Киев, прибыл в Брест, в Западную Белоруссию, то он прибыл с товарищем, они пробовали общаться с православными, немногими там православными в Бресте, вот, и Брестской области. Они удивились, конечно, после Африки, после, значит, ну, как бы, и Вселенского патриархата, и Африканского патриархата, они увидели настолько, знаете ли, вот, непросвещенных именно православных, имею в виду, христиан, но они с удивлением обнаружили много протестантов в Белоруссии, евангельских мыслящих, верующих, евангельских библейских верующих, и стали с ними общаться, эти священники. Вот, к сожалению, товарища, с кем был, значит, да, Кирилл Лукарис, товарища сожгли его на костре, значит, сам Кирилл бежал из заключения, из разной там, даже, как бы, версии, как ему удалось сбежать, значит, но, по крайней мере, он из УЗ избежал, значит, этих, значит, и снова оказался здесь, в Украине, в Киеве, вот, и через Украину он пробирался обратно к себе в Африку. Вот, и прибыл в Александрию, и вот в Александрии он, значит, через некоторое время становится патриархом Александрийским и всей Африки патриархом, вот, конечно, это очень ответственная была должность, значит, призвание такое было на нем Божье. И, будучи патриархом Африканским, он перенес резиденцию патриаршию из Александрии, тогда уже города, ну, пришедшего, по сути, в упадок, будем так говорить, в новый город, ну, как бы в новый, в новую столицу, будем так говорить, в Каир. В Каир, развивающийся такой огромный город. И вот в Каире он общался как раз с протестантами, он уже по белорусской, значит, уже, будем так говорить, в Белоруссии, имев общение с протестантами, он знал уже протестантов, евангельских верующих, сдружился он не только с белорусскими, но и с вот, с африканскими протестантами, будем так говорить. Откуда в Африке были протестанты? Это были в основном послы, представители республики Гааги, из Голландии, из Нидерландов, из Германии, то есть там были протестантские служители, которые часто выполняли, вот, как бы, по вопросам бизнеса, по вопросам политики, были как раз там, как послы своих государств. Это были в основном пастыри церквей протестантских, проповедники Слова Божьего. Удивительно, кстати, хорошая очень традиция, когда посол страны, лицо страны, как бы, в другой стране, представитель, является проповедником Слова Божьего, является именно пастыром и проповедником Божьего Слова. Это очень замечательно. Это о очень многом говорит. Знаете ли, это говорит о том, что себя, вот, Голландия, в частности, там, другие страны Европы ассоциировали именно со Словом Божьим, и если послами своих государств они ставили проповедников именно Слова Божьего. Вот. Ну, это был век, значит, конец 16-го столетия. Реформация вовсю уже, вот, будем так говорить, была в Европе, значит, и действительно миллионы-миллионы душ обращались к Господу Иисусу Христу, вот, и благостовенное время. И вот, патриарх Кирилл Лукарис, африканский тогда патриарх, общался с протестантами, доставал литературу, протестантскую, евангельскую литературу, общался с евангельскими верующими. А затем патриархом, он стал, он был африканским патриархом, а затем он стал патриархом вселенским, греческим патриархат. Вселенский патриархат, это в Стамбуле, значит, в тогдашнем Стамбуле уже, бывшем в Константинополе. Вот так вот, друзья, и будучи патриархом вселенским, да, он поднял знамя реформации. Восточное исповедание христианской веры. Ну, я завтра уже буду говорить об этом более подробно, более детально, вот, значит, потому что это, ну, вкратце скажу, что в чем было его реформаторство. Есть деформация, да, есть реформация. Вот я заглавил это видео, допустим, эфир прямой, 500-летие реформации христианства, обновления покаяния церкви. Да, вот, действительно, 500 лет назад начался период такой истории христианства, который можно назвать периодом Великой Реформации. И закончился, 500 лет назад закончился период Великой Деформации, Великой Деградации мирового христианства. Вот, хотя и до 1517-го, безусловно, были мужи божьи, были реформаторы, были возрожденные души. Церковь всегда жива, даже если это всего лишь 2 или 3 человека. Но, в целом, для того периода времени, начиная аж с Константина и Феодосии Великого и дальше императоров тех, особенно с 5-го, 6-го столетия, начался период Великой Деформации, Деградации. До начала 16-го столетия. С начала 16-го столетия время Великой Реформации наступило. То есть, реформация, то есть, покаяние, исправление церкви, возвращение к истокам, корням, движение назад в будущее, будем так говорить, назад в будущее, реформация. Это назад в будущее. Это действительно, каким-то образом, таким странным. С одной стороны, возвращение к корням, к основам, движение, постоянное такое стремление к первой любви нашей. Но это и движение вперед, на самом деле, в будущее, к Господу, Иисусу Христу, который есть и Альфа, и Омега. Вот, реформация, это невыдуманно ничего-то нового, это возвращение порой к хорошо забытому старому. И вот 5 столетий назад началась эпоха эта. Но она затронула, большей частью, западный мир. И в меньшей, почти не затронула, в общем-то, восточный мир, православный, я имею в виду, наш православный мир. И очень мало, незначительно было влияние на восток. Но уникальность патриарха Кирилла в том, что он, как реформатор, через 100 лет после Лютера, патриарх Кирилл Лукарис поднял знамя на востоке уже, знамя реформации. Интересно очень, что действительно начался такой, пусть это было непродолжительное такое долгое время, но очень яркое было. И в чем реформаторство, допустим, очень четко и ясно было заявлено тогда патриархом Кириллом Лукарисом о возвращении к библейской модели, к библейскому пониманию спасения, как дару Божьему, через веру во Христа Иисуса. Вот, это очень-очень важное заявление, потому что вопрос рождения свыше, нового рождения, духовного перерождения, без Христа в центре внимания, без понимания библейского, как дара от Бога через Иисуса для всех верующих. Знаете ли, что благодатью мы спасены, и это через веру, не от нас, чтобы никто не хвалился, этого так недоставало тогда, да и сейчас, чего греха таить. В нашем православном мире этого очень недостает сегодня понимание библейского, простого, такого ясного понимания пути спасения через веру в Иисуса Христа. Вот это знаменитый Солос, да, помните, значит, я говорил в предыдущих некоторых этих прямых эфирах, кто может подключался или смотрел, допустим, в записи уже, потому что все эти эфиры, они проходят в прямом сейчас, вы сейчас в прямом эфире меня видите, кто подключился. Вот, но когда он завершится, то я нажимаю, там, готово, значит, там, значит, уже алгоритм, я знаю этого действия, значит, и автоматически все сохраняется и выставляется сразу на сайте, так что на, ну, на странице моей Ютуба этой. Поэтому все есть в записи. И вот, значит, в прошлых вот этих эфирах, тоже посвященных как раз именно реформации, я как раз рассказывал о пяти Солос, о пяти вот этих только, да, вот мы знаем, только Писании, да, допустим, только веры, только благодать, только Христос, да, только Богослава. Вот этих только, только, только всего пять протестанты, евангельские, верующие, библейские, мыслящие христиане в 16 столетии определили для себя, вот, и это не только для 16 столетия актуально, дамы и господа, братья и сестры, это актуально на все времена, в любом поколении, просто в 16 веке, в период этих богословских всяких дискуссий, дебатов, значит, там, общений, знаете ли, как бы вот, как кристаллики, такие появились, знаете ли, вот, выхристовалось, значит, именно как раз именно вот этих пять только, вот, и, но по сей день, спустя пять столетий, мы видим, что это и по сей день для нас, для всех верующих, это действительно, ну, скажу так, главный определяющий вектор нашего движения христианского, слава Богу. Вот, и восточное исповедание христианской веры, патриарха Кирилла, значит, патриарха Кирилла Лукариса в начале 17 столетия, по сути, раскрывает вот этих пять только. Дело в том, что для православного Востока, для греческого мировоззрения, православного мировоззерцания, это было, ну, скажу так, очень и очень чудным всем, очень и очень все, как-то казалось, странным. Потому что на Востоке православном привыкли, в то время это было уже по умолчанию даже, считалось, само собой разумеющимся нечто, привыкли молиться к разного рода посредникам к Богу, матери Иисуса Христа. До сих пор, к сожалению, миллионы, миллионы и миллионы христиан, обманутых многовековой такой религиозной ложной пропагандой, обращаются к Марии, наивно полагая, называя ее Богородицей, Царицей Небесной, Матерью Божьей и прочее, прочее, прочее. Знаете ли, наивно полагая, что и она, и другие умершие святые, и ангелы, якобы есть некие ходатые, посредники к Богу. О, безумие! Это, конечно, прискорбно, но эта система многобожья, она дожила до наших дней. И в наши дни, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, век интернета, век грамотности всеобщей, век просвещения и информатики, знаете ли, до сих пор, к сожалению, да, это и есть. Да, Господу Богу одному поклоняйся, Ему служит. Брат Барат Анатолий пишет, да, слава Богу, слова Иисуса Христа напоминают нам. Да, действительно, это кредо Иисуса Христа, и это есть кредо любого нормального христианина. Я нормальный имею в виду, ну, не религиозного, а здравомыслящего христианина, библейски мыслящего, евангельски верующего христианина, независимо от конфессии и динаминации. Вот, и, знаете ли, патриарх Кирилл, как раз, он и говорил, вот тогда, в начале 17-го столетия, о том, что, будучи вселенским патриархом, знаете ли, это удивительно, если Лютер, допустим, Кальвин, Свингли, Мино Симмонс и прочие реформаторы на Западе, это были простые священники, даже не епископы, как бы, знаете ли, то, но все равно это было очень так вот звучно на весь Рим, будем так говорить, на весь католический мир. А здесь патриарх православный, тем более не просто патриарх православный, если бы даже он был бы африканским патриархом, и это говорил бы, это было бы, опять-таки, не так, знаете ли, ну, как бы, явно. Но здесь патриарх Вселенский, именно, заявляет о подобном, что только Христос является посредником к Богу, только Иисус Христос является ходатайом к Богу, и он в подтверждение своего утверждения, этих слов своих, ссылается на авторитет священного писания, который он ставит выше авторитета церкви. И он говорит, что церковь может заблуждаться, может ошибаться, избирать ложь вместо истины, но есть бесошибочное, именно Божье, Святое Слово, это стало как гром среди ясного неба, дамы и господа. Это действительно заявление, которое просто пошатнуло многие устои греческого православного мира, и не только греческого, но в основном грекоязычного тогдашнего православного мира. Восточное исповедание христианской веры. Он издал и на греческом языке, и на латинском языке, тогда же, в 30-е годы, начало 30-х, 17-го столетия, 1631-1632-е годы. Плюс еще он, патриарх Кирилл, сделал в издании, в таком латинско-греческом издании, сделал дополнением ответы на вопросы. И в этих ответах на вопросы, конечно, то, что прозвучало, это стало, ну как вот сейчас говорят, эффект разорвавшейся бомбы. Знаете ли, для всего православного мира, не только грекоязычного, это стало действительно эффектом разорвавшейся бомбы. Настолько, что, конечно, он нажил себе кучу врагов, сразу же, нажил себе кучу, массу врагов, но были и сторонники. Пусть это было и меньшинство, к сожалению, никто из других патриархов не поддержал Кирилла, но и не осуждал его. Но, как бы, прислушивали, ждали, выжидали, знаете ли, выжидали. Из епископов греческих очень мало кто поддержал его, но нашлась группа священнослужителей столичных в тогдашнем Истамбуле, которые поддержали патриарха Кирилла и были возле него. И, да, его казнили по приказу султана турецкого в 1638-м. Жизнь его оборвалась, но патриарха Кирилла мы до сих пор вспоминаем, знаете ли, вот, как героя веры, как именно того, кто стал первопроходцем реформации на православном востоке. И сегодня, допустим, даже и мне, как вот православному реформатору, обновленцу, евангелисту, мне проще ссылаться на, допустим, даже патриарха Кирилла Лукариса. Я ссылаюсь, допустим, и на Александра Меня, притечу реформации православной современной. Ссылаюсь на авторитет, допустим, там, обновленческих отцов церкви столетней давности, начала 20-го столетия. Это, допустим, святитель Божий, значит, муж Александр Боярский, допустим, да, вот, его часто вспоминал на протяжении всего года, тем более был в Петербурге как раз, и был в Колпино непосредственно, в Колпино, под Петербургом. Но, вообще-то, Колпино ныне это уже в черте города, он является частью города Санкт-Петербурга, один из его округов, я так понимаю, хотя очень такой, я так понимаю, удаленный, как бы, потому что даже когда заказы делаешь, допустим, да, по городу доставка бесплатна, пишут, что в Санкт-Петербурге бесплатная доставка по городу, звонишь о доставке, и когда узнаешь, что у Колпино, говорят, нет, вам нужно доплачивать, хотя, как странно, вроде, черта-то одна, город в городе, но, то есть, ну, Колпино, оно, как бы, действительно, люди даже привыкли, что это отдельный город, и, как бы, он очень трудно вживается, как бы, вот, в Санкт-Петербург современный. И вот в Колпино и в Петербурге я как раз, вот, на протяжении всего года, несколько раз бывал, значит, и как раз записывал программы, посвященные памяти, блаженной памяти, да, вот этого святителя Божьего, реформатора Александра Боярского. Кстати, это Боярский Александр, это дедушка, родной дедушка Михаила Боярского, вот нашего известного театра и кино артиста. Вот так вот, и, да, тоже был реформатор, евангелист, миссионер и мученик, кстати, тоже. В 37-м году его по указке Сталина расстреляли без суда и следствия всякого. Так вот, значит, и вспоминаю Александра Веденского, Антонина Грановского, допустим, других мужей Божьих вспоминаю, вот именно. И мне проще в чем-то, как вот православному человеку, как христианину православному, ссылаться, я ссылаюсь на третье отписание, во-первых, безусловно, и, во-вторых, на вот опыт отцов церкви, вот, реформаторов. Но, конечно, доминантой во всех, вот, в свято-отеческом, таком, реформаторском, знаете ли, православном, значит, вот, будем так говорить, предании, учении, является как раз именно сочинение Кирилла Лукариса. И не только его сочинение, но и вся его жизнь. Героическая, подлинно миссионерская, евангельского христианина, библейского верующего жизнь. Слава Богу. Вот, и для тех, кто подключился, я напоминаю, что сегодняшний эфир, и завтрашний тоже, завтра воскресенье в 17.00, также подключайтесь, я буду снова говорить, продолжать говорить о реформации. Вот, и, так вот, завтрашнее служение во многом у нас посвящено памяти, как раз патриарха Кирилла Лукариса, греческого патриарха, поднявшего знамя реформации на православном востоке, вот, в начале 17.00 столетия. Но он сам был таким деятелем религиозным и реформатором конца 16.00, начала 17.00 столетий. Вот, и в Библии говорится в Слове Божьем, написано, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье», в послании к евреям говорится, и, написано дальше, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Аминь. Вот, и мы проставляем не патриарха Кирилла, не кого-то еще из отцов церкви, вот, таких героев веры, а Бога Великого, который был прославлен, проставляем ими и прославлен в их служении. Потому что тот же самый Иисус Христос, аминь, да, Он и сегодня тот же самый, Он и в наших судьбах тот же самый Христос. И Он Господин жатвы. Это и жатвы последнего времени. И я верю, что сегодня Он, как Господин жатвы, вышелит своих делателей на жатву свою, жатву этого последнего времени. Потому что жатвы, как никогда, много, делателей, как никогда, мало. Или, как некоторые проповедники, здесь вот в Киеве я слышал уже не раз такую присказку от постарей проповедников протестантских, такие слова, «Деятелей много, а делателей мало». Да, Богдан, слава Иисусу Христу, да, аминь. На веке слава Богу Святому. Вот, и, дорогие друзья, пусть Господь действительно, именно делателей Царства Божьего, вышлет на эту последнюю жатву, великую жатву последнего времени. Слава Иисусу Христу! Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Вот, и, ну что, завершается, уже завершился шаббат. Вот, воскресенье началось, воскресный день начался, и вот в субботу вечером во всех храмах православных поется много красивых торжественных песнопений, посвященных как раз воскресению Христову. И одно из самых моих любимых, оно как раз именно об этом, о воскресении Христа. В воскресенье Христово видевше поклонимся Святому Господу Иисусу единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем, ибо Ты, Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся Святому Христову воскресенью, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Господа! Поем о воскресенье Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой Своей милости. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, возлюбивший мир, Ава, Отче, и отдавший Сына Своего за нас, благодарю за пролитую кровь Твою святую, благодарю за воскресенье Твое ради нашего оправдания, благодарю, Господь, и славлю Тебя во имя Христа Иисуса. Благослови Господь всемогущий всех нас, и пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Слава Иисусу Христу! Навите, слава Богу Святому! Аминь! Благословляю всех вас, дорогие друзья! Здесь еще были вопросы, я вижу, здесь вот еще пришли вопросы, действительно ли опасен экуменизм, правда ли, что мало закваска квасит все тело, это к экуменизму. Да, интересно, сейчас я эфир буду уже завершать, но рекомендую, на моей же странице есть это видео, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь, не пожалеете, думаю, будет благословение для вас очень большое. Моя программа вместе с моим старым другом Александром Шевченко. Алекс Шевченко, он сам ныне является пастором уже в церкви в Сакраменто, в Калифорнии. Вот, он и бывал здесь, в Киеве, мы записывали программу с ним давно, еще лет 20 почти уже назад, уже первую программу, тогда мы с ним были гораздо моложе, программа «Угол», по ней обычно меня тогда узнавали очень много, часто, вот, было, в общем-то, интересно, очень такое, интересная запись была, вот, затем я приезжал к нему туда, значит, в Сакраменто, в Калифорнию, и мы записывали там программы некоторые, и одна из программ, вот, ну, не так давно была записана, вот, во время, вот, предпоследней, наверное, поездки в Америку моей, там у них, в студии была записана еще программа, она называется «Два лица экуминизма». Вот вы наберите, значит, прямо на ютубе, поиск, «Два лица экуминизма», Сергей Журавлев, значит, и там, значит, как раз попадаете на это видео. Так вот, в этой программе, ну, мы с пастором Александром, да, об этом говорили, значит, общались, когда кушали, когда, значит, вместе, там, ездили по городу, общались, вот, а потом, как раз он и говорит, что давай запишем программу об этом, потому что, действительно, вопросов куча у людей на эту тему. Хорошо, вот мы прямо в студии сели, и вот она, она, программа родилась так вот, буквально вот, действительно, вот, очень быстро родилась, была записана, и хороший резонанс, понимаете ли, этой программы. Вот, и поэтому я вот рекомендую по поводу экуминизма, «Два лица экуминизма», еще раз повторяю название, значит, этой программы, уже ставя программы, я думаю, что вот в этот раз, сейчас собираюсь снова поездку в Америку, да, брат Анатолий, посмотрю обязательно, спасибо. Вот, так вот, значит, и собираюсь снова в Америку, сейчас в поездку, значит, молюсь сейчас о финансах, значит, о возможности этой, лететь снова в США, и, даст Бог, снова буду как раз в Калифорнии, в Сакраменто, значит, и у пастора Александра вновь побываю, очень люблю у них бывать, церковь, хаосов, бред, дом хлеба, значит, кстати, на Ютубе есть у них канал, посмотрите, не пожалеете, я очень люблю проповеди слушать пастора Александра, он не только мой друг, но и брат, и сопастор, и наставник, действительно, очень много, именно он меня поддержал, один из немногих пастырей, значит, в Америке, вообще, и вообще пастырей, протестантских, кто меня поддерживал и поддерживает, вот, в моем служении, слава Богу. и вот эта программа, я думаю, что в новой поездке в Америку уже эту тему мы будем развивать дальше, ну, как бы не то, что развивать, продолжать, продолжать эту тему, потому что вопросов после этой программы было еще больше, честно говоря, и у меня самого, и ко мне, и к пастору Александру прозвучало много вопросов, я себе некоторые вопросы даже стал отдельно копировать, значит, и отдельным файлом, так называл, вопросы, вопросы-ответы, вот, и, наверное, ориентируясь по этим вопросам, сделаем, наверное, отдельную программу, как некое продолжение, ну, и программу Угол, я думаю, тоже надо будет вновь записать, программу Угол, 20 лет спустя, снова мы будем вместе, а может быть, я и предложу ему, и сняться уже снова в Киеве, или там уже снимем программу, ну, сейчас же студия, сейчас технический прогресс такой, что можно работать в студии, а как будто бы это, допустим, Золотоверхие, тот же самый Михайловский монастырь в Киеве, понимаете, до чего дошел прогресс, вот, и поэтому, знаете ли, возможно, мы сделаем и там программу, и также хочу встретиться с Максим Максимовым, тоже моим старым другом, давно уже не общался я с ним, я приезжал к нему в Алмату, сколько раз, значит, проповедовал у них там, преподавал у них в школе библейской, но сейчас вот из-за гонений, притеснений, Максим был вынужден покинуть свой родной Казахстан, и сейчас он тоже в США проживает, значит, и вот я намереваюсь тоже с ним встретиться, и на СНЛ побывать, и в программах поучаствовать, плодотворно так вот, то есть, это поездка планируемая, сейчас мной поездка в США, я планирую быть в разных таких штатах, и в разных служениях участвовать, в частности, служение, вот, значит, христианского телевидения, а также радио, радиоэфир в США, я там на разных радиостанциях, будем так говорить, звучу, звучат мои проповеди, значит, а то свечка уже прогорает, все, уже шабатные свечи, можно тушить, вот так вот, вот, и я объявлял на прошлом видео, видеоэфире, объявлял, что, вот так вот, теперь будет регулярная моя радиопрограмма, в Орегоне, значит, Портланд Орегон, значит, радио, наше радио, значит, час времени, каждую неделю, будет теперь там постоянно, мое время, вот, я, значит, чуть позже выставлю, значит, ну, как бы, как смотреть, слушать, слушать эту радиопрограмму, вот, и пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа, какое значение имеют свечи в христианстве, да, разные значения, как бы, вот, я сейчас зажигал свечи, это больше связано с шаббатом, шаббас, это суббота, день Господний, и по традиции зажигаем две свечи, я, у меня нет подсвечника здесь на квартире, я, значит, оборудовал, просто на крышках такие свечи поставил, вот, зажег их, вчера еще вечером зажигал, значит, в начале шаббата, принято, в древней такой еврейской традиции, принято зажигать свечи, я держусь этого правила, мне очень нравится, у меня такой романтический ужин с Господом при свечах, значит, вчера вечером был, и мне это очень нравится, честно говоря, а две свечи, как и две халы, две свечи, это Леха Доди, знаете песню, да, Леха Доди, Леха Доди, Кракова, знаете, да, эту песню, слышали, наверное, Леха Доди, помни и соблюдай, помни и храни, значит, вот в напоминании об этих двух вот таких призывах от Бога, потому что когда Бог давал заповеди о субботе, да, значит, то именно когда это стало не просто де-факто, а де-юре уже стало заповедью Божьей, значит, прозвучало то, значит, мы читаем, в двух, да, спасибо вам, год назад очень поддержали словом, когда умер мой муж, да, ой-ой-ой, да, вы знаете, да, сестра, пусть Господь благоставит вас, утешит вас, и я скажу, что я сам похоронил многих своих друзей, знакомых, родственников, и, конечно, вот самые трагичные родители, и брата родного, и я знаю, что такое терять близких, родных людей, свою семью хранить, это очень страшно, вот, и, знаете, хотя проходят годы, но до сих пор боль отзывается, тупо так, но отзывается в сердце, и это очень тяжело, и если бы не кровь Иисуса Христа, если бы не Господь Иисус, я не знаю, как я бы пережил все это, честно говоря, я бы не смог бы это пережить, когда маму и брата в могилу опускали, знаете ли, я понимал, что я хоть сам прыгнул бы туда бы, и там бы остался бы, потому что я, как будто моя жизнь оборвалась просто-напросто, и я понимаю, что без Бога, без Его благодати, я бы не смог пережить это все, абсолютно, я в этом убежден, уверен, и, знаете, вот он до сих пор бывает, когда тяжело на сердце вспоминаешь, и тяжело, и больно, приходит Его исцеление божественное, и я ощущаю Его прикосновение, Его радость, Его милость, Его благость, Его, я знаю, что временное, видимое оно временно, а невидимое оно вечно, и вот, знаете, это утешает очень сильно, и утешаюсь Божьим Словом, Божьим Духом, слава Иисусу Христу, слава Господу, Его святая кровь не только наши грехи омыла, но и раны наши исцеляет, и не только физические раны, конечно, ранами Его мы исцелены, не только физическими наши недуги исцелены, но и душевные наши недуги, в том числе исцелены, кровью Иисуса Христа, я это сам пережил, не просто говорю, то, что я знаю это из книги, а знаю это из жизни уже, потому что, действительно, Господь, Он целитель наш, и Он благоставляет нас, сестра, дорогая, братья, сестры, все присутствующие, кто сейчас в эфире, благоставляю вас, паки и паки, как говорится, снова и снова, благоставляю вас, всех именем Господнем, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, Иисуса Христа, панавелейха, ве ясалеха шалом, бешем Иешуа га Машиах, Иешуа Машихейнум, во имя Иисуса Христа Мессии, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, вся слава Господу Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, мир, всем вам, дорогие друзья, до встречи, да, спасибо огромное, братья и сестры, тоже за молитвы, за поддержку, пусть Бог благословит всех вас, вот, и напоминаю, что завтра, воскресенье, да, кто будет у себя в церквях, передавайте привет, вот, значит, от православных евангелистов, миссионеров, реформаторов, вот, от меня лично передавайте привет, вот, мне очень нравится такая традиция, в протестантских церквях бывая, особенно в старых таких, и там в конце там встают люди, и с приветами встают, и говорят, приветствие там от того-то, того-то, от таких-то, таких-то, с такого-то города, с такой-то церкви, все вместе уже, всем скопом, как бы, всем собранием, что благодарим, значит, и ответ, значит, тоже просим передать привет, слава Богу. Вот так вот, и завтра вечером, тоже в 17.00 по киевскому времени, или же в 18.00 по московскому времени, это будет, значит, я вновь включаюсь в эфир, значит, я, если что, я буду снова один, но если благочинен, наш сможет быть, то еще лучше будет, будет он в студии. Да, слава Богу.